Продолжение следует... 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 А в третьей сессии уже объект был знаком, и контрольная группа на него обращала меньше внимания, ну а, соответственно, животные с аутизмом, к сожалению, обращали больше внимания на знакомый объект. При общении с незнакомым объектом наблюдалась некоторая активность в пока еще пустой зоне в сессии 2, ну а далее у животных с расстройством мистического спектра наблюдались небольшие тенденции, но пока незначимые в плане уменьшения взаимодействия с незнакомым объектом. А нормальное поведение крыс – это как раз увеличение активности с незнакомым объектом. Также наблюдалось значимое увеличение заходов животных с экспериментальным аутизмом в центральную зону теста. Таким образом, можно сделать небольшой вывод, что наблюдались выраженные изменения социальных взаимодействий. Однако различия связаны с тем, что здесь немножко проявлялись у разных животных по-разному. Какие-то животные лучше себя чувствовали рядом со знакомыми объектами, какие-то вообще не стремились, скажем так, проявлять социальную активность не с незнакомым объектом. В тесте открытое поле в условиях стрессогенности новизны наблюдалось значимое уменьшение пройденной дистанции и количества пресеченных линий у животных с экспериментальным аутизмом. И наблюдались тенденции к увеличению эпизодов и времени замирания. Также наблюдались тенденции к некоторому снижению норковых рефлексов поискового поведения. Таким образом, можно сделать такой промежуточный вывод, что у опытной группы было выявлено значимое уменьшение пройденной дистанции, числа опрощенных линий, тенденция к увеличению времени числа эпизодов замирания и к снижению количества норковых рефлексов, что можно связать со страхом или тревожностью в условиях стрессогенности новизны. И наблюдались тенденции к снижению поисково-исследовательского поведения. В целом, согласуется с тем, что наблюдается у пациентов с расстройством антистического спектра, некая скудность, ограниченность поведенческих реакций. Что касается и многих химического исследования экспрессии Нестина, то здесь наблюдалось значимое усиление нейрогенеза в гиппокампе, значимое снижение базолатеральной миндалины, но не было значимых различий в энтеринальной корее. Аналогичные тенденции наблюдались и в отношении дабл-картина, более позднего маркера нейрогенеза. То есть также наблюдалось увеличение в гиппокампе, снижение базолатеральной миндалины и отсутствие значимых изменений в энтеринальной корее. Таким образом, подтверждено развитие экспериментального аутизма в экспериментальной группе животных. Особенностями поведения животных в условиях стрессогенности новизны является появление страха или тревожности и тенденция к снижению исследовательского поведения. И особенностями экспрессии молекул маркеров нейрогенеза, стены дабл-картина, на 90-е сутки, то есть нас интересовал отсроченный эффект, 90-е сутки с момента рождения, является усиление экспрессии обоих маркеров нейрогенеза при экспериментальном аутизме в гиппокампе, их снижение базолатеральной миндалины и отсутствие значимых изменений в энтеринальной корее. Благодарю авторов доклада за участие в эксперименте на данных животных и также большая благодарность Салмина Алиборисовне, основоположника нашей научной школы и руководителю Центра коллективного пользования, руководителя Вивария, за возможность проведения экспериментов использования животных в эксперименте. Спасибо за внимание. Спасибо, Наталья Александровна. Спасибо.